всем привет подключаю кронштейн поворотный к камере делал я обзор и на кронштейн отдельно и на камеру смотрите на моем канале в плейлисте видеонаблюдения значит рассказывал я вам что у камеры имеется контроллер rs 485 именно для управления вот этим кронштейном но камер камера шла не под кронштейн поэтому разъема здесь нету и выходящего в пучке провода именно контроллера rs 485 нету поэтому тут приходится колхозить самому в общем-то и показываю я вам весь этот колхоз значит взял провод обычный кабель от аналоговой камеры старый разобрал вот такой вот разъем вот такой вот разъемчик разобрал там металлические такие фишечки вон находятся тут поджим прижимаешь в одном из видео я рассказывал как его разбирать прижимаешь вытаскивается провод фишечки такие металлические хорошо они как раз одеваются на ответные части разъема отдел термоусадку чтобы исключить замыкание между собой усадился на термоусадку и таким вот способом отдел таким вот образом отдел провода все плотно и надежно держится дальше в камере в нижней части просверлил отверстие подобрал такое сверло что провод плотно здесь сидел чтобы не попадала влага да и в нижней части камеры как бы влага малая вероятность попадания но все равно сделал плотное отверстие чтобы даже там с влажным воздухом влага не попадала в корпус камеры дальше все это дело пропаяется оденется термоусадка то есть здесь надо вот это дело место сейчас облагородить и в общем то все собирается камера на место провод протягивается дальше и вот на компьютере все это дело все это дело на компьютере камера сейчас включена и сам поворот кронштейна кронштейн управляется кронштейн кронштейн работает зум все все в порядке все работает значит сейчас собираюсь это дело облагораживаю и делаю финальную часть этого видеоролика и так готово таким образом вот все выглядит кронштейн подошел идеально камере все прикрутилась болтами из набора которые шли с камерой все прижалось не на не надо никакие было подкладывать шайбы все отлично отрегулируется потом на месте уже наклон именно камеры кронштейна вращается только по горизонтали поэтому вот так тут термоусадка все плотно останется одна проблема уже но там дело техники при установке на стену вот эти все разъемы все это будет прятаться в герметическую распред коробку там уже оттуда сделаю отдельное видео именно с места как камера стоит как камера работает именно на месте уже на здании и картинку с этой камеры сейчас просто вот вам покажу как она вращается на столе так включаем питание блок питания 12 вольт 2 ампера подойдет для этого всего дела и начинает сразу тестироваться кронштейн после каждого включения выключения питания такой вот тест у него происходит тестовый режим есть и подключаем саму камеру заходим на веб-интерфейс камеры в интернет-эксплорере так готова камера в работе есть и теперь то что хотел вам показать вот вращение именно кронштейна так вместе с камерой начнем камера поворачивается опять же небольшая задержка характерна IP камерам все работает зум приближаем цветы цветы сейчас фокусируется автофокусом вот есть отлично и отдаляем приближаю и отдаляю по максимуму примерно так давайте проверим как все это работает со смартфона через приложение вот показывал я вам уже так а сеть же включить надо наверно вай фай или вай фай или мобильный интернет заходим заходим вот наша камера и так плохо что некому подержать давайте как то так поставим ее и вот управление так пожалуйста все работает влево вправо вот примерно так и опять же зум зум есть и все мы это видим на смартфоне удаленно ну я думаю неплохо ну и в общем то на сегодня все кого заинтересовал вот такой вот поворотный кронштейн переходите по ссылке оставляю в описании к видео и в комментариях значит делал я на него отдельный обзор зайдите на мое видео и посмотрите я там все подробно рассказывал как такой кронштейн и для каких камер и все остальное как его подключать и стоит ли его покупать значит дальше по камере тоже делал отдельное видео заходите смотрите камеру приобретал тоже на продавца ссылочку оставляю в описании к видео и в комментариях заходите приценяйтесь смотрите в общем то неплохой вариант такой себе конструктор чтоб все сразу не покупать можно вот таким вот образом поступить как я значит одно что ну как бы не есть плюсом что этот кронштейн только поворачивается по горизонтали по вертикали в одной плоскости по вертикали не регулируется но идет ко мне кронштейн кронштейн уже заказал я из китая опять же с алиэкспресса который в одном из прошлых видео я ошибся сказал что те стоят почти два раза больше но нет если этот кронштейн 14 долларов то кронштейн который работает в двух плоскостях регулирует камеру около 20 долларов поэтому переходите по ссылке тоже смотрите приценяйтесь тот более кронштейн универсальный конечно придет он сделаю я на него обзор поставлю обязательно на него камеру и все покажу на сегодня все всем пока и до следующих видео и до следующих видео до следующих видео до следующих видео